Выразительность движений, оформление номера и костюмов, а также точное воплощение национальных традиций. Все это и не только. Первого в своем роде конкурса астинского фольклорного парного танца Раковма. Дорогие друзья, уважаемые конкурсанты, большое вам спасибо, прежде всего, что вы подали заявку. Здесь встретились корифеи астинского танца и любители. Фольклорный танец, он такой фольклорный танец, что где-то может не быть красивая поза или какой-то угол. Но там может быть содержание намного выразительнее и убедительнее. Никаких бонусов ни у кого нет. Прежде всего, танцует душа. Это вот примите к сведению сразу. Желаем, чтобы они нам показали нашу астинскую хореографию на высоком уровне. Я хочу видеть красивый, настоящий астинский танец. Начинаем второй тур конкурса Раковма. Конкурс Раковма учрежден двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, бизнесменом и меценатом Махрабеком Хадарцевым. Ценитель национального фольклорного искусства. Он демонстрирует танцевальное мастерство на личном примере и всячески способствует сохранению и популяризации астинской культуры и традиций. Примером этому и служит танцевальный проект Раковма. Полностью организованы наличные средства Хадарцева. Результаты отличные. Желающих было много. Первый этап прошел. Теперь уже подходим к отбору на финал. Всего в конкурсе приняли участие 35 пар из разных регионов России. В полуфинал прошли 15 участников. А в заключительном этапе встретится 8 пар. Финал пройдет в Суадаге, родном селении Махарбека Хадарцева. Финалисты в предвкушении кульминации проекта. Еще бы! Ведь призовой фонд конкурса – миллион рублей. Победители получат 500 тысяч, призеры – 300 и 200 тысяч соответственно. Данная инициатива, она может прекрасно сохранять культуру и самобытность астинского народа, астинских традиций. И я считаю, этот проект, он не то чтобы… Не то чтобы это дебютная версия, это улетная, взлетная версия. И приехать мы решили, потому что мы хотим показать, что частичка Осетии, вот этот маленький островок, он есть еще и в Ставрополе. Поэтому мы посчитали, что обязаны выступить. Тем более у нас есть танцевальный стаж, танцевальный опыт. Я танцую уже 17 лет, но на сцене более 5 лет я не танцевала. Мне было волнительно, но в целом я довольна. Но больше всего меня переполняет гордость за нашу молодежь, за то, что сегодня все постарались и танцевали свой национальный танец. Я за кулисами стояла, просто еле сдерживала слезы. Меня это очень вдохновляет. И огромная благодарность организаторам этого конкурса за то, что популяризирует нашу культуру. Это очень-очень ценно. Это были для меня лично новые ощущения, новые чувства. Я на сцену выхожу часто, но вот так, в конкурсном варианте, это был мой первый раз. Я давно увлекаюсь астинской культурой. Я веду блог, я открыла свою некоммерческую организацию здесь, культурно-просветительскую, поэтому это логичное продолжение всей этой деятельности. Почему бы нет, попробуйте. Я хочу поблагодарить организаторов этого. Может быть, мы возродимся. Ну, мы живем, мы существуем, конечно. Но нам надо возродиться. Вот здесь, нутро, у нас должно быть осетинское. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главная цель нашего конкурса – это возродить осетинский народный танец. Не сценический танец, не академический танец, не танец, который придумывает балетмейстер или хореограф, а то, что у нас внутри, в рамках осетинской культуры, на свадьбе, на ковде, на празднике, для души. Я уверен, что конкурс будет жить, и желающих будет все больше и больше. И таким образом, надеюсь, что будет положено вот такое хорошее начало для возрождения настоящего осетинского танца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...